Приветствую вас, уважаемые зрители, на канале Киномейкинг. Знакомясь с новым функционалом видеомикшера Atem Mini Pro от компании Blackmagic Design, мы узнали, что он позволяет вести трансляции напрямую, без необходимости прибегать к стороннему программному обеспечению, например, OBS Studio или VMIX. Настраивается микшер через приложение Atem Software Control, и по умолчанию нам доступно всего три площадки – YouTube, Facebook и Twitch. Естественно, возникает вопрос, можно ли расширить этот список. Можно. И о том, как это сделать, вы узнаете в данном видео. Дефолтные настройки потоковой трансляции записаны в отдельный XML-файл. Соответственно, его можно открыть и внести изменения. Располагается файл по пути, указанном на экране. Для ПК и для Mac. Откроем файл. Для этого кликаем правой кнопкой мыши «Открыть с помощью блокнот». И теперь давайте посмотрим, что этот XML-файл из себя представляет. Сразу бросается в глаза его блочная структура. Ярко выраженные блоки открываются и закрываются командой «Сервис». Блок, отвечающий за настройки площадки «Фейсбук». Блок площадки «Твич». Кстати, очень много информации прописано вследствие того, что очень большой список серверов. И блок для YouTube. Каждый блок состоит из блоков уровнем пониже. Они отвечают уже за конкретные параметры настроек. Сразу прошу прощения, я не программист и в терминологии не силен. Но предположу, что и смотрят меня преимущественно не программисты. Поэтому главное, чтобы было понятно и наглядно. Параметр сервера. Его название и соответствующая RTMP ссылка. Под ключом «Профиль» скрываются настройки качества трансляции. Для каждой из опций – стриминг high, medium, low – можно прописать битрейт как по верхней границе для кадровых частот 50-60, так и по нижней – для 24, 25, 30 кадров в секунду. Эти данные будут автоматически задействованы, исходя из нашего выбора параметров программного сигнала. Для площадок Twitch и YouTube дополнительно прописывается ключевой кадр. Так что если в рекомендациях нужной вам стриминговой площадке такой параметр фигурирует, его можно реализовать. У Facebook вот его нет. Итак, нам нужно добавить свою стриминговую площадку. Для этого мы просто можем скопировать одну из уже имеющихся и изменить. Но перед этим я советую создать резервную копию оригинального XML-файла. Мало ли что может пойти не так. Создали резервную копию и теперь со спокойной душой можем приступить к внесению необходимых нам правок. Дублируем один из блоков и в качестве примера добавим для трансляции такую площадку, как Одноклассники. Не закидывайте меня тухлыми яйцами. Сперва я, конечно же, хотел показать на примере ВКонтакте, но каждый стрим ВКонтакте получает свой уникальный адрес. Поэтому меняется постоянно не только ключ, но и RTMP ссылка. То есть перед каждой новой трансляцией придется открыть этот XML-файл и обновлять ссылку. Выполнимо? Да. Однако, согласитесь, не самый удачный пример. Поэтому Одноклассники. Во-первых, заменяем название. Все необходимые настройки находятся непосредственно на странице создания новой трансляции выбранной площадки. У Одноклассников один сервер, поэтому название можем оставить как есть. Заменяем ссылку. Информацию о битрейтах можно найти в разделе «Помощь». Для 30 кадров в секунду нам рекомендуют диапазон от 3000 до 6000 кбит в секунду. Поэтому для значения «Хай» выставляем 6 миллионов бит. Для значения «Лоу» 3 миллиона. Тогда для «Медиум» ставим среднее значение 4,5 миллиона бит. Аналогичным образом проставляются значения для 60 кадров в секунду. Где рекомендую диапазон от 4500 до 9000 кбит в секунду. Теперь, когда мы указали все параметры, сохраняем файл. И «Одноклассники» появляются для выбора в настройках от M Software Control. Основываясь на этом примере, можно добавить и другие нужные вам стриминговые площадки. Даже такие, как «ReStream», позволяющие вести трансляцию одновременно на несколько сайтов. В том числе доступен и ВК. Принцип точно такой же. Дублируем блок. Название меняем на «ReStream». С сайта берем ссылку сервера. Что же касается настройка качества, то в данном случае их можно оставить по умолчанию, так как конкретных рекомендаций я не нашел. При необходимости лучше провести тестовую трансляцию и в случае возникновения проблем снизить параметр качества. Сохраним файл и попробуем выйти в эфир. Для этого выбираем в Atem Software Control площадку «ReStream», копируем ключ, качество оставим на «Streaming High» и запустим вещание. Наше изображение появилось в просмотровом окне на сайте. Теперь мы можем добавить различные площадки, будь то YouTube или ВК, или Twitch. И вести стрим на них одновременно. Для примера я добавлю ВК и YouTube. Спасибо за просмотр! Можем убедиться, что поток ретранслируется на обе площадки. Таким образом, отредактировав XML-файл, мы можем проводить трансляции на любую необходимую нам площадку, в том числе на несколько одновременно, без необходимости прибегать к стороннему программному обеспечению, вроде OBS Studio. Ну а на этом у меня все, если видео для вас было полезным поставьте лайк, не забудьте подписаться на YouTube, чтобы быть в курсе новых роликов и на другие соцсети. Спасибо за внимание, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!